здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал забытые технологии хочу показать вам один интересный журнал который называется наука и жизнь за 1893 год номер 14 вам наверно будет лень кому-то в блом искать и читать интересные находить заметки поэтому я для вас буду смотреть этот журнал здесь есть за 1890 год и за 1893 год я буду находить интересные для вас заметки и вам зачитывать давайте я вам прочитаю одну интересную заметку по поводу утилизации бытовых отходов новый дезинфекционный аппарат вопрос об удалении нечистот давно уже составляет больное место для больших городов практикуется и предлагается множество систем причем каждый из них имеет свои достоинства и свои недостатки нет сомнения что система вывоза нечистот на свалке примитивная и наиболее неудобная наиболее дешевая и на иначе практикуемая система сплавной канализации также имеет свои дурные стороны реки в которой отводятся стоки ужасно загрязняются на многие десятки верст вниз по течению на всем этом протяжении превращаясь в настоящие клоаки и источники заразы попытки применения нечистот к удобрению полей также не дали вполне благоприятных результатов в этом отношении заслуживающую внимание до новинкой является изобретенная акка козловым дезинфекционная печь для сожигания нечистот действующая почти полгода на первой московской электрической выставки и ныне еще не разобранная в виду интереса этого вопроса для общественных управлений и домохозяев приведем здесь сведения об этом полезном изобретении устройство в общем таково из ватер-клозетов нечистоты по оцинкованным трубам идут без переноски в печь устраиваемую где-нибудь внизу например в подвале эта печь закрывается герметическая герметически так что горение поддерживается воздухом идущий по сказанным трубам из ватер-клозетов почему последний автоматически вентилируется дурной запах поэтому совершенно отсутствует без употребления каких бы то ни было дезинфекционных средств применение последних во первых недешево во вторых сами дезинфекционные средства часто обладают специфическим запахом неприятных для многих неприятных для многих например карболовая кислота в третьих кислоты имеют не только здесь дезинфекцирующие средства но и разрушающие действия на трубы и другие части в печи господина козлова воздух из ватер-клозетов вместе с нечистотами идет вниз вследствие тяги при топке печи дальнейший процесс следующий в печи нечистоты сожигаются и выпариваются так что остается только зола образующиеся горючие газы поступает камеру с водой которая поглощает газы и из дымовой трубы не слышно никакого запаха является вопрос относительно того не вредна ли вода остающейся от очистительной в очистительной камере по этому вопросу нам доставлен официальный отзыв аналитической комиссии при химическом отделении общества любить любителей естествознания и при химико-биологическом отделении общества народного здравия от 27 января сего года за подписью председателя бюро аналитической комиссии профессора московского университета владимира марковникова опыт производился 19 21 декабря 1892 года вода читаем формально мнение комиссии оказалась окрашенную слабо желтый цвет и обладала сильно кислые реакции она содержала около одного процента твердого остатка состоящего главным образом из цинковых солей из кислот отчасти в свободном состоянии отчасти в виде солей в ней найдены следующие угольная сернистая уксусная и по-видимому очень немного бутериновой сернистого водорода синильной кислоты фенолов а также аммиака и летучих щелочей вода не содержала в виду таких результатов анализа производит бактериологическое исследование комиссия сочла излишним исследование говорит в пользу того что содержащиеся в воде соли и кислоты могут иметь дезинфекционное влияние и так продуктами сгорания остаются зола вода с дезинфекцирующими свойствами и дым не имеющий никакого дурного запаха или вредных свойств остается вопрос о стоимости этой системы опыты на электрической выставке показали что сожигание нечистот обходится в 17 с половиной копеек в сутки на 100 человек сгорает только 20 фунтов антрацита вот расчет по эксплуатации печи на 500 человек в течение года в москве антрацита для избежания ошибок автор берет двойное количество против потребного так сгорает на год на 638 рублей то есть ребята это он в два раза прибавил то есть можем предположить что не 638 а 315 318 так и стопник дворник 60 рублей ремонт печи 100 рублей воды 90 одна бочка по 5 копеек 455 всего 803 рубля 30 копеек по расчету изобретателя на то же количество людей система промывки ватер-клозетов с последующим вывозом и другими расходами стоит в москве не менее 6542 рубля 93 копеек так что при системе господина козлова домохозяин получит выгоды 5739 рублей 60 копеек при замене обычной системы на новую весьма возможно что этот расчет на практике окажется и не точным кроме того всякому человеку свойственно увлекаться а изобретателю особенности но допустим что система господина козлова обойдется при ее эксплуатации во столько лишь сколько и обычная и тогда она будет иметь громадное преимущество в том же отношении что избавит окрестности города от заражения а самые дворы домов а также квартиры и улицы от зловония в заключение приводим стоимость устройства в москве этой системы вот расчет господина козлова на 25 человек 600 рублей на 100 1500 и так далее 300 3400 500 3500 и так далее прибавляя на каждые 100 человек по 500 рублей судя по этому расчету установка дезинкционной печи господина козлова стоит столько же сколько и устройство обыкновенных ватер-клозета со всеми приспособлениями на практике мы не имели случая убедиться в верности этого расчета но так как господин козлов берется устраивать за эту цену то надо думать что она будет не в убыток ему и что следовательно его расчет верен домовладельцы и общественные учреждения как кажется могут быть весьма заинтересованы этим изобретением важных от важным особенно для больших домов вот так вот ребята поняли да что во время царя батюшки царя батюшки были у нас умные люди которые старались что то сделать которые думали во первых об природе понимаете да но все эти технологии у нас уничтожены забыты а то сколько с нас сейчас дерут наши жкх так это вообще ни в какое сравнение не входит вот с этой системой понимаете да что газ который у нас добывается в россии уходит куда то налево хотя может сделать нашу жизнь я имею ввиду жкх плату как минимум в 10 раз дешевле ребята вот этот самый расчет понимаете да чего нас лишили и чего мы получили спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания